С этой стороны видно, прям разломано. Значит, разобрали часть эту, здесь непонятно, да что. Разбитая лобовая, содранная обшивка и погнутый капот. На этом серебристом Мерседесе найти живое место теперь невозможно. Еще недавно автомобиль был в хорошем состоянии, пока хозяин не решил перегнать его из Киргизии на свою малую родину, в Барнаул. Здесь, если посмотреть зеркально на багажник, то он весь помятый, то есть деталь испорчена. Причем испортили машину, по словам Ивана, именно в Казахстане. Рентгеном там не обошлись. Проверка прошла по-крупному. Кроме порчи от рук таможенников, на автомобиле множественные царапины от лап животных. Самого хозяина на досмотре не было. Авто перегонял наемный водитель. Они регламентировали это водителю, опять же, после этого всего зверства. Водитель уже умолял, говорит, ну не курочьте, не ломайте дальше. Я буду сам, говорит, ну может быть разбирать. Они говорят, они ему сказали, нам некогда тебя ждать, парень. Ты что, не знаешь, как мы разбираем обед? В том-то и дело, что вы ломаете сейчас все человеку, мне как в глаза потом смотреть. По словам Ивана, акт досмотра он так и не увидел. Зато увидел состояние автомобиля и уже подсчитывает расходы на его ремонт. Вот только кто его будет оплачивать, пожалуй, этот вопрос мужчину интересует больше всего. На это четко, прямо регламентированная процедура существует в гражданском кодексе, где сказано, что грузополучатель должен обратиться к перевозчику с претензией. И именно на перевозчика возлагается обязанность по доказыванию отсутствия его вины. То есть даже если предположить, что повреждение автомобиля произошло по вине третьих лиц, не будем указывать каких, именно перевозчик должен их найти и, например, в порядке регресса потом предъявить им исковые требования. Однако название компании, которая занималась перевозкой его авто, хозяин не называет. И водителя пострадавшей тоже не винит. Считает, что виноваты сотрудники, которые провели такой серьезный досмотр. Действительно, у таможенников есть право проводить даже вот такой жесткий, назовем его, досмотр, если у них появились какие-то основания предполагать, что, ну, по вот видео, очевидно, искали наркотики. Это было видно, потому что была собака. Соответственно, откуда у них такие подозрения появились? Имели право. В компанию перевозок хозяину испорченной машины обратиться все же придется. По закону ответственные должны возместить ущерб в полном объеме. Но только при условии, если у пострадавшего есть соответствующие документы и договор о перевозке. Ну, а пока авто продолжит стоять на стоянке и ждать ремонта. София Яценко, Данил Захаров и Александр Антропов. День с толком.